Это просто космос! Восхищаются пассажиры, наблюдая, как судно на воздушной подушке отправляется в путь. На поверхности Луны не пробовали, а по снегу и льду, по воде и земле подушка пройдет, рассказывает капитан Валерий Легостаев. Нептун идет плавно и приятно, но нужно всегда быть на чеку. Прямо по дороге могут идти рыбаки или целый караван снегоходов движется прямо навстречу подушке. Ну они там все спортивные, пять штук едут, объезжай их. А техника такая, что объезжать неудобно. Капитан Валерий Легостаев управляет подушкой уже третий год. До этого работал на скоростных судах, ракетах и метеорах. Теперь возят пассажиров на самой безопасной для подушки скорости – 50-60 км в час. Хотя возможности у судна вдвое больше. Может она до 90-х разогнаться. Если ветер, попутный ветер, она разгоняется. Приходится ее маленько просто придерживать. Нельзя. Потому что она, да, вот здесь вы видите, сейчас наладилась хорошая у нас эта обстановка. А то по первости здесь был и лед, и торосы, ни влево, ни вправо. Мы одни из первых туристов, которые прибыли из Самары в Ширяево на судне на воздушной подушке. Такой маршрут организован впервые за всю историю самарской навигации. С ветерком, с комфортом, всего лишь 50 минут в пути, и мы на месте. Судно на воздушной подушке вмещает в себя 21 пассажира. В будние дни организован один круговой рейс из Самары в Ширяево. По выходным – два. С каждым днем пассажиры поток растет. То есть все больше желающих воспользоваться этим маршрутом. Если ехать в кружную на автобусе, это будет где-то порядка 3,5-4 часов. Двумя пересадка. А с середины февраля запускают новый маршрут по Волге – Самары-Виновка. Он будет работать только по выходным дням. И это будет не просто переправа на другой берег, а целый пакет туристических услуг – посещение монастыря, экскурсии и питания. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Марина Матвеевшина, Максим Гусев.